Всем привет! С вами программа диван вопросов от родителей, диван верующих родителей или дети верующих родителей. С вами, как всегда, ваш несметный, великолепный, прекрасный и очень скромный ведущий Никит Никитин. И сегодня у нас в гостях прекрасная Амелия Шига. Привет, меня зовут Амелия, и я дочка верующих родителей. Я участвую в команде прославлений и также в служении детям в церкви. Я пою и играю на скрипке. Вау, очень круто. Ну, расскажи, во-первых, чувствуешь ли ты... Ты сейчас где? Учишься, работаешь? Я учусь в школе. В школе ты чувствуешь давление? Ну, все знают, во-первых, что ты верующая? Да, конечно. Я никогда не скрывала этого, и давление тоже не чувствую, потому что я свободно говорю об этом. Я могу свободно читать Библию на уроках. Ну, и на уроках. Хорошая школа. Нет, ну, как бы есть одноклассники, да, которые могут меня оскорблять, вот. Но мне всё равно я игнорирую просто. Это правильно. То есть ты считаешь, что лучший способ справляться с забияками, которые тебя как-то унижают, это игнорирование, правильно? Да, да. Хорошо. Тебе известно твоё призвание? На самом деле, ну, так, на 50%, потому что мне часто говорят пророки одно, а я, ну, как бы в этом, в этой сфере не двигаюсь вообще, вот. Вот, и мне нравятся совсем другие вещи, другие сферы, вот. А как ты вообще относишься к пророкам? Считаешь, что ты это правильно сейчас, ну, и вообще в свою жизнь допускаешь или какие-то пророчества? Да, если я чувствую, ну, в духе, что они, ну, говорят мне от Бога, то да. Как ты переживаешь святого духа? Вот я, например, лично для себя, я, я когда очень сильно переживаю святого духа, у меня всегда слёзы, я всегда плачу. Вот не знаю, что с этим делать. А у тебя как? Ну, тоже так же я плачу, ну, Бог меня касается через музыку. Через музыку, это очень интересно. А музыка? Ну, хорошо, вот очень такой скользкий вопрос. Музыка. Немногие, многие пастора запрещают вообще слушать музыку, которая не христианская. А ты как относишься к этому вопросу? И, может, дашь совет нашим молодым зрителям? Ну, у меня не было такого, что родители мне говорили, ну, не слушай ни христианскую музыку, вот это там, накажем. Такого не было, конечно. Вот. Но когда там я могу петь какую-то песню, ну, прям очень плохую, я знаю, такое бывает. Это просто где-то он слушал песню, да, я не слушаю такую музыку, там, с матами, вот это всё. Но всё равно, как бы, мама не любит, когда я пою песню Бритис Пирс. Ну, нехороший пример, да, конечно. Вот, и так нет было такого, что запрещают слушать. Ну, твой папа-музыкант, часто ли он, ну, и вот ты сказала, твоя мама, часто ли ты чувствуешь осуждение от них в каких-то сферах? Нет. Никогда, да? А тебя наказывали? Конечно. Сильно? Ну, нормально. Ну, ладно, про это пока не будем. Ну, вообще, рада ли ты, что ты родилась в семье верующих родителей? Конечно, да. Почему? Ну, потому что, даже не представляю, что было бы со мной, если бы я родилась в другой семье. Потому что я же вижу детей, которые рождаются в неблагополучных семьях, в семье, где родители запрещают им ходить в церковь. И поэтому мне нравится, что я в семье такой. У нас сейчас тест по знанию Библии. Ты-рин-тын-тын с Амелия Шлитгауэр. Погнали. Первый вопрос. С чьей женой Давид имел связь? О, нет. Саул, Нафан, Леурия. Могу повторить? Да. С чьей женой Давид имел связь? Иов, Саул, Нафан, Урия. Нафан? Бен-Они. Отец переименовал его. Какое имя он дал ему? Вениамин, Исаак, Иосиф, Иаков. Бен-Они. Сейчас мы так приводим. Сын моих бед. Отец переименовал его. Какое имя он дал ему? Вениамин, Исаак, Иосиф, Иаков. Какое первое имя? Вениамин. Да, это он. И это правильный ответ. Ладно, кто первый из учеников открыто сказал, что Иисус есть Христос? Даниил, Марк, Петр или Матвей? Повтори еще раз. Даниил, Марк, Петр или Матвей? Петр. И это правильно. Сколько серебряников получил брат Иосифа за то, что продал его? В рабство. Помнишь, да? Сейчас прокрути так. 20, 10, 30 или 40? 30. Это Иуда 30, а брат Иосифа 20. Ладно. Полс. Кто разговаривал с Моисеем из горячего куста на горе Хариф, после чего он бежал в Медьян в книге Исход, глава 2? Вторая. Загадочный человек, ветер, бог или овца? Бог. Это правильно. Так, со сколькими преступниками был распят Иисус? С шестью, с четырьмя или с двумя? С двумя. И это правильно. Ладно, последний вопрос, чтобы не мучить тебя. Кто сказал ученикам, что Иисус воскрес из мертвых? Сара, Иаков, Мария или Эстер? Мария. Правильно. Как ты думаешь, что будет с детьми в будущем? Именно вообще со всего мира? Ну, в том числе, с детьми верующих родителей. Как будут обстоять дела в будущем? Ну, как бы, будет ли более лояльно? Потому что даже отношения детей, верующих родителей, там, 50 лет назад и сейчас очень отличаются. Ну, на самом деле, это ведь зависит от родителей, у которых они родятся. Надеюсь, мои дети будут таким же, как... Ну, лучше, чем я, естественно. Не знаю, на самом деле, все дети разные ведь. Ну, а как ты предполагаешь, посмотря на своих сверстников, ДВРовцев, ну, вообще детей в церкви, думая о том, какими они будут родителями, не страшно ли тебе становится? Ну, тоже, может, зависит от детей, конечно. Ну, в твоей конкретно церкви. Мне страшно. Ну, что ж. А, не серьезно? Нет, серьезно. Серьезно. С нами была Амилия Шлитгавер на программе ДВР. Давай, последний совет, самый важный жизненный урок. Просто может передать привет бабушке, дедушке. Что-нибудь. Доводите все до конца. Да. Не наставляйся, ничего. Это хороший совет. С вами была Амилия Шлитгавер. Давайте похлопаем. Спасибо, что ты пришла на программу. А с вами был, как всегда, ваш несметный ведущий Никита Никитиншин. И Амилия Шлитгавер. Ура! Амилия Шлитгавер. Субтитры сделал DimaTorzok